У меня в семье трое детей. Каждый, чем мог, тем и помогал. Кто-то приклеивал, кто-то вырезал, кто-то разрисовал. Вот моя работа, вот что вышло. О своем родном селе через творчество. Вот по двору гуляют куры, а здесь в мешочках урожай собран из полей. В конкурсе «Мое подворье. Лучшее подспорье» на призы главы Бакова-Отрокского муниципального образования участвовали и взрослые, и дети. И каждый рассказывал о том, что им дорого. Здесь в Малоперекопном дом купил недавно, пять лет назад. Вот решил завести пчел. Пчел уже держу пятый год. Начинал с трех уликов. Сейчас уже семейство у меня 33 улика. Изготавливаем вощину, прополис, пергу. Ну, все, что производят пчелы. Любовь к пчелам Владимиру Исаеву передал его дед. И житель села Малое Перекопное считается настоящим профессионалом в своем деле. Поэтому и на конкурсе Владимир представил медовую выставку. А другая участница Ольга Лаврентьева показала, каким должно быть настоящее сельское подворье. Если в селе проживаем, то должно быть обязательно свое личное подворье, чтобы иметь свое молоко, сметану, мясо, в конце концов, яйца. Также в огороде, на приусадебном участке сажаем огурцы и помидорки, чтобы все было свое. Но также, если излишки есть, то, конечно, можно и продать. Сельчане говорят, если не лениться, то все необходимое для вкусного обеда вполне можно вырастить и самому. Поэтому множество работ на конкурсе были посвящены трудолюбию и богатому урожаю, который собирается с полей. У нас производится большой, обширный ассортимент зерновых культур. Это у нас и сои, вот начали сажать и горох, и кукурузы. Кукуруза вообще орошение идет полей, поэтому решил поддержать и сделать нашу работу. Школьники с их богатой фантазией раздвинули рамки конкурса и показали не одно конкретное подворье. Их работа рассказала о жизни всего села. Этот макет мы сделали вместе с нашим седьмым классом и руководителем Шапошниковой Ольгой Алексеевной. Споры были? Споров практически не было, потому что мы макет сделали из пенопласта. Пенопласт наш любимый материал, потому что из него можно сделать все, что угодно, и при этом он легкий. Поэтому споров не было, все делали дружно и весело. Участвовал практически весь класс. У нас ребята всегда все вместе делают такие работы коллективные. У нас 8 человек в классе. Конкурс «Мое подворье. Лучшее подспорье» хоть и проводился в первый раз, но поучаствовать в нем решили жители всех сел Быково-Отрокского муниципального образования. Было представлено более 100 работ, но работы села Малоприкопное заняли призовые места. И сегодня участников мы наградили почетными грамотами, денежными призами за массовость участия, творческий подход и коллективное изготовление работ. В качестве жюри выступили люди, которые, как никто другой, знают, чем живет село. Выбирать лучшие работы поручили народным избранникам. Совместно с представителями депутатского корпуса, совместно с представителями администрации посмотрели каждый рисунок, каждый ролик, каждую подделку. Выбрали призеров. Это у нас получились все группы, большая группа лица села Малоприкопного. Почему? Потому что считаю, что здесь не только раскрыта именно конкурсная программа, но и присутствует организация процесса именно как коллектив. То есть они вместе сидели долгое время, все это готовили, настолько достаточно позитивно, красиво получилось. Яркие и разноплановые работы участников конкурса стали доказательством того, что жизнь в селе может быть интересной и наполненной позитивом. И творчество – это хороший способ рассказать об этом.